В течение марта ребята из 36 школ Подмосковья, а это около 2,5 тысяч старшеклассников, уже узнали, что такое газоанализатор. Как измерить давление в трубе, как найти утечку газа, почему важна защитная каска, где электрические перчатки, страховочный пояс и как правильно надевать средства индивидуальной защиты. Цель программы это не только повышение уровня безопасности, уровня знаний школьников об использовании природного газа в быту, это конечно является основой этих уроков, но также мы пытаемся поддерживать интерес к профессии, у наших школьников должно быть понимание о тех опциях, которые у них есть. В 7-й гимназии профориентационные занятия проводились для учеников 7-8 классов. Знакомство с профессиями и специальностями прошло в довольно необычной форме. Ребята, разделившись на две команды, синие и красные, осваивали игровую территорию и знакомились с деятельностью предприятия. Задача перед школьниками нелегкая, но очень интересная – попасть из молодых специалистов в кадровый резерв «Понсоблгаза». Я считаю, что это важно, потому что дети развлекаются, бегают, прыгают. А знания какие-то дети получают параллельно? Да, запоминают профессии, тренируют физические способности. В увлекательную эстафету входят 4 тематических конкурса, где школьники показывают свои знания истории развития газового хозяйства в Московской области. Инфраструктуры основных профильных профессий. Также участникам предстоит выполнить задания, демонстрирующие первичные навыки бережного и безопасного обращения с газом. Уровень осведомленности об электросберегающем образе жизни, о физических и химических свойствах природного газа. В ходе упорной борьбы победу одержала команда «Синих», хотя поначалу она прилично отставала. А все потому, что главное выполнение задания – не скорость, а качество. Ребята закончили испытания, не получив ни одного штрафного балла. Команду победителей поздравил глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков. После эстафеты генерального директора газовой компании в актовом зале ждали старшеклассники для того, чтобы пообщаться с ним. Дмитрий Голубков рассказал ребятам о личном опыте работы в газовой сфере. Учеников интересовало, как ему удается совмещать депутатскую работу с руководством газовым хозяйством области. Чему он в первую очередь учит своих детей? Каковы основные цели в жизни? Какие требования предъявляются кандидатам в сотрудники компании? Эти вопросы очень глубокие. Я бы сказал, что качество тем, которые поднимаются нашими школьниками, меня очень приятно удивили. Это зрелые молодые люди. Да, им еще предстоит, у них весь жизненный путь еще впереди, но судя по вопросам, которые они поднимают, можно сделать вывод о том, что это люди высокого развития. Организаторы программы «Безопасный газ» акцентируют внимание на важности выбора инженерных профессий среди молодежи и создании долгосрочного кадрового резерва предприятия. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».